всем привет вы смотрите youtube-канал инсайдер life меня зовут марфа смирнова и это спец выпуск из израиля гость сегодняшней программы морфология известные телеведущие и ныне стендап комик михаил шац собственно он для начала вам расскажет где мы и почему мы здесь мы находимся в кибуце энгеде это мертвое море израиль находимся мы здесь потому что сюда были эвакуированы и жители нескольких кибуцов с юга страны где произошла трагедия 7 октября среди этих жителей оказались друзья моих друзей которые кстати живут у меня тоже дома сейчас из-за войны и не собственно поэтому мне было интересно поехать и послушать их рассказы самому не через экран как я называю ты я ясно да на какого я называю тебя никогояя михаил да мы какого-то прорыва был очень известен в русской мировой Да? Да. Это было давно. Да, это важно для нас, чтобы отправить сообщение о нашем кибурсе, чтобы люди знали нашу историю. Мы хотим рассказать историю, потому что вы знаете, что происходит вокруг мира, о жителей. Это невероятно! Спасибо. Спасибо. Мы сегодня ходили с вами несколько часов, обсуждали, как раз общались с людьми, вы слушали их рассказы, про чего вы, собственно, сюда и приехали. Что вас в этих рассказах, наверное, тронуло, поразило? Я, как журналист, могу цинично сказать, что я, наверное, более привыкший человек к таким историям. Тем более, что я полтора года работаю уже на разных войнах. Да, да. Кстати сказать, к сожалению, уже не только журналисты, привыкшие к этим рассказам. К сожалению, все эти полтора года мы с вами прожили примерно в одном и том же информационном поле. Просто вам еще удалось ездить и поговорить с людьми в Украине. Я все это слушал и смотрел, и впитывал себя. Каждый день приносит убитых, много убитых. Но просто вот с недавнего времени война подошла совсем близко. К моему дому в том числе. А мой дом все-таки, я могу прямо сейчас сказать, это здесь. Поэтому я, в общем, не то чтобы... Меня, наверное, скорее больше шокировало то, что мы стали привыкать к этому. Вот в чем, мне кажется, глобальная проблема. У последнего времени мы стали привыкать к этим смертям, к этим ужасам, к этой жестокости. И вот это меня волнует с точки зрения вообще того, что происходит с человечеством в последнее время. Вы живете прямо на границе с Газой. Вы все время были будто на войне. Неужели у вас дома не было оружия? У меня ничего не было. Я выбежал на улицу с ножницами в руке. Я даже нож не успел взять, а ножницы были под рукой. Вы говорите, что это для вас дом. Он для вас дом географический или, скорее, внутренний? И вы там, например, себя уже давно идентифицировали как евреи, как гражданина Израиля. Ну, я просто как еврей себя идентифицировал давно уже. Это было еще в России. Но обстоятельства последних полутора лет складываются таким образом, что мало того, что Израиль оказывался страной, которая открыла для себя, для меня и двери, и приняла. Надо точно понимать, что Россия эти двери открыла и попросила меня в целом в обратном направлении проследовать. И поэтому я воспринимаю происходящее здесь как происходящее с моим домом. Поэтому я точно себя чувствую гражданином Израиля сейчас больше, чем гражданином России. А тут есть какой-то пляж, туда вообще ходят люди? Честно, тут очень слабая измера и можно провалиться в некоторых местах. Поэтому на пляже лучше ездить именно в сторону отелей, там где-то разрешено. Потому что не видно, так что тут лучше именно не ходить. Тут по утрам очень красиво, когда еще туман такой от перепада температур. Вы в одном из интервью после случившейся 7 октября трагедии говорили, что у вас есть ощущение начала полномасштабной войны. Скажу про свои личные впечатления. У меня, наверное, сейчас таких здесь ощущений нет. Мне кажется, что жизнь довольно спокойная. У вас это сохранилось или тоже ушло? Да нет, не ушло. Из как бы рутины, но я каждый день хожу в бомбоубежище практически. Ни один раз. Что касается, я вижу, насколько изменилась жизнь внутри города. И кроме того, надо понимать, что ощущение полномасштабной войны сохраняется прежде всего потому, что 300 с лишним тысяч солдат в такой стране – это практически вся страна на фронте. Представители семей всей страны на фронте. И это абсолютно каждую минуту чувствуется. И напряжение от многих событий, которые происходят сейчас, не меньше становится. Наоборот, это напряжение, оно еще больше накаляет атмосферу. Все сжались и ожидают, что будет дальше. Поэтому нет, поймите там, для Израиля это полномасштабная война абсолютно. Здесь надо учитывать, что это совсем небольшая страна. С одной стороны, мы имеем в армии членов практически всех израильских семей. И, естественно, все переживают за своих детей, мужей, не важно, детей мужей, дедушек даже иногда. Но все прекрасно понимают, что проблема, которая существует, она не имеет практически ни одного хорошего решения на данный момент. Поэтому, не знаю, мне кажется, что мы просто находимся на каком-то этапе этой войны. Но так или иначе, это проблема. Огромная проблема, которая в будущей жизни государства. Как оно собирается жить дальше? Как оно хочет избежать в дальнейшем таких трагедий? Поэтому это, несомненно, чувствуется. Люди все об этом думают все время. Вот мы говорили с вами про вашу самоидентификацию. А как о себе говорят ваши дети? И есть ли у ваших детей в планах вернуться в Россию? Ведь, ну, банально, но все равно все, что мы делаем, наверное, это для наших детей и ради того, чтобы они жили лучше. И многие сейчас переехали в том числе, чтобы дети не ходили на условные уроки, а важно. Нет, мои дети точно не собираются вернуться. Хотя я в последнее время все время себе говорю, что надо избегать слова «точно» в разговорах. Но мне кажется, что пока у них этого точно в планах нет. И я ни разу не слышал об этом. Ну, они для вас граждане Европы или русские, которые в отъезде? Сложный вопрос, кто они для меня. Они для меня просто дети. Ну, это хорошо. Они себя как воспринимают? Для них родина Россия. Ну, Соня точно себя воспринимает иммигрантом. Даже песню написала, правильно? Да, я знаю, слышала. Вот. А Стёпа... Стёпа в большей степени... Ну, он чуть старше. И мне кажется, он... Ему нравится. У него... Он уехал еще до войны. И в этом смысле такое осознанное решение позволяет избегать таких психологических травм. А по поводу младшей... Ну, тут мне кажется, что еще осознание этого придет, и рано говорить об этом. На всякий случай никаких слух, высказанных мыслей по поводу его возвращения я не слышал ни от одного. Вообще не хочу туда... Ну, мне и нельзя. Он вообще здесь хорош, как он. Да, ты да? Хорош, конечно, как посидят люди. Да, 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 конечно. Как парфюм. Можешь еще оттуда вот и... Да. И едет. Её мама уже не с нами. Мама и папа. Её мама и папа. Это моя дочь. А её подружка одеет, а её родители убили. Это моя дочь, они похожи. Да, да, да. Это той самой, которой вы кроваткой прикрывали? Да. Дверь, да? Да. Да. А у неё и подружки убили, и маму и папа. Да. А они её спрятали. Да. И остался кто-то? Эм... Брат... Который по папе. Да. Сводный брат по папе. Антисемитизм, о котором заговорили после 7 октября, во-первых, хотелось спросить, существует ли он для вас, видите ли вы его и можете сравнить с советским антисемитизмом, например, с которым столкнулась ваша семья, потому что ваши родители евреи. Да, в целом, самое страшное, что он одинаковый по своей природе, этот антисемитизм, он ничем не отличается. Поразило просто то, как быстро открылась эта шкатулочка, которая, в общем, довольно долго была прикрыта более или менее. Может быть, она где-то и прорывалась что-то оттуда, вот этот вот антисемитизм, но надо честно признать, в последнее время я мало, вообще практически не видел в России случаев какого-то ущемления прав именно по принадлежности к семитам или нет. Я и сам достиг больших успехов в какой-то своей карьере, несмотря на то, что я был еврей и есть еврей и буду, скорее всего. Поэтому в этом смысле меня удивило, как это быстро пришло ровно к тому же, откуда это вообще вышло. Потому что я вспоминаю то, что было там с моей семьёй, я знаю, о чём говорили мои родители, я знаю… О чём? Ну, они говорили всегда там, вот этот антисемит, а вот меня не взяли, потому что говорят, ну вот евреев много, а тебе, Миш, в медицинский довольно тяжело будет поступить, потому что там разнарядка есть на евреев и так далее. Это всё было. Бабушки там говорили, как это, уезжать в свой Израиль. Это я был свидетелем тому. Но это был такой отвратительный бытовой антисемитизм. То есть, как будто бы люди, уже отчаявшиеся понять причину своих проблем, они начинали привычно валить всё на евреев. Ну, потому что так принято было давно и вроде как доказано, что во всём они виноваты. Поэтому, вообще, антисемитизм, который сейчас с новой силой возродился, мне кажется, и тот антисемитизм, он имеет одну природу, на самом деле. Это не образованность людей, а готовность их найти лёгкое объяснение своим проблемам. Другой вопрос, что просто меня удивляет, откуда, например, в Гарвардском университете антисемитизм. Вот кого вы называете сейчас антисемитами, я бы хотела сказать. Мы видим все эти митинги, да, в Европе, США, люди ходят с палестинскими флагами. В итоге это всё равно антисемитизм. Почему? Потому что Израиль — это страна еврейская. Евреи, известна их тысячелетняя история путешествий по миру с целью найти свою страну, найти свой кусок земли. И если люди сейчас говорят о том, что Израиль не имеет права на эту землю, они говорят, это, в принципе, есть антисемитизм. По большому счёту. Прогрессивные западные, я не знаю, профессоры, политики говорят и называют Израиль оккупантом, империалистом. Это очень странно. Очень странно. Колониальная страна и так далее. Потому что эти люди должны быть образованы и должны хотя бы знать историю, в отличие от генерального секретаря Объединённых наций, который тоже заявляет о некой 56-летней оккупации. Для того, чтобы понять историю этого вопроса, ну надо просто немножко изучать книги, посмотреть и вообще историю просто изучить. Потому что это неправда. Я не буду сейчас доказывать это, но послушайте. Палестина – это страна, которой не было. Никогда. И даже в тот момент, когда палестинцы могли образовать своё государство, они это не сделали. Они считали главной своей целью уничтожить евреев и смести их с этого куска земли. Поверьте мне, мне вообще кажется, что лучше бы оно было, это палестинское государство. Лучше бы оно было. Но единственное, что надо понимать, что сектор газа – это Хамас. Вот в чём проблема этой земли. Хамас стал структурой этой земли. И поэтому то, что сейчас происходит – это борьба с Хамасом, а не с палестинцами, на мой взгляд. Многие пожилые люди, которые живут в кибуцах, они помнят те времена, когда они и сектор газа были вместе. То есть они ходили туда, у них были оттуда рабочие. Я знаю, избыли даже некоторые семьи, которые платили до сих пор людям из газа, которые именно работали у них. То есть помогают как-то денежно. То есть во многих кибуцах более пожилая такая часть населения, они очень склонны к левой части. Потому что они помнят те времена, когда всё было хорошо и красиво до Хамаса. Мне хочется верить в добро. Но проблема в том, что ни одна мусульманская страна, которая в округе не хочет брать их себе и под свой контроль. Так же и Египет, так же и Иордания, так же и другие мусульманские страны. Было бы намного легче, если бы они реально осознали, что группировка Хамас прикрывается за ними и за их детьми как защитами. То есть то, что они стреляют из больниц, из детских садов и всего этого. И чтобы реально они ушли оттуда. Надеюсь, они найдут куда уйти. Надеюсь, одна из стран примет мирных граждан оттуда, и мы сможем реально уничтожить всех главарей Хамаса за то, что они сделали. Но, к сожалению, слабо верится, потому что Хамас это уже более как вера такая. А веру уничтожить очень-очень сложно. Это лично мое мнение. Честно, не знаю, есть ли ответ на этот вопрос. Хорошо или плохо вход в газу? Мы потеряем очень многих людей. Возможно, на какую-то более дальнюю перспективу это сделает хорошо, но вопрос цены, потому что многие погибнут. Хочу ли я мести? Честно, на данный момент я хочу помогать своим людям и своим ребятам. Пережить это все. Заниматься более восстановлением, а не мыслями о перестрелке людей тех или иных. Наверное, сейчас будет такой сложный и неудобный вопрос, но если не хотите, не отвечайте. Я как бы наблюдаю за тем, как многие уехавшие наши с вами коллеги и люди, которые с нами мыслят и находятся на одной стороне, насколько с большим сочувствием они относятся к тому, что здесь произошло. Кто сочувствует израильтянам, которых мы только что видели из южных кибуций, которые пострадали, которые увидели, как чудовищно себя вели террористы, у них множество погибших среди друзей. Есть ли у вас такое же сочувствие к россиянам, которые, наверное, оказываются, я возьму, условно мобилизованных на войне, и тех, кто живут в условном поселке Щебекино на границе и тоже периодически подвергаются обстрелу? Слушайте, конечно, у меня нет такого разделения, чтобы я вот только по географическому принципу сочувствовал кому-то. Меня абсолютно полностью разделяю озабоченность, если так можно сказать, советскими штампами. Я сочувствую очень людям и в поселке Щебекино, и которые оказались не по своей воле при фронтовой зоне. Я сочувствую мобилизованным, которые, наверное, не по своей воле пошли на фронт. Я не сочувствую только тем людям, которые разделяют этот военный угар. Вот этим людям я не сочувствую. Они получили то, чего хотели. Сочувствовать, наверное, всегда надо человеческой трагедии, я так понимаю, когда человек вне зависимости от своего желания, воли и обстоятельств оказывается совсем не там, где бы он хотел, и живет не так, как он хочет. Наверное, в этом смысле у меня нет разделения. Какая связь у вас остается с Россией? Я имею в виду и людей, и родных, и друзей, и, конечно, российское государство. В связи с каким государством я пока связан отчетами о моем иноагентстве. А, вы делаете, да? Да, ну как я делаю? Я делаю, да, это делают адвокаты, помогают. Нет, просто многие-то отказались, потому что сказали… Нет, я еще делаю. Почему? Ну, наверное, очевидно то, что я боюсь просто каких-то ненужных для меня еще последствий, поэтому делаю. А что еще меня связывает с государством? Больше ничего. Ну, с государством точно ничего. Вот. А с Россией? Слушайте, с Россией меня связывают люди, прежде всего. Там есть люди, которые мне важны, которые меня волнуют. И вот они меня и связывают с Россией. Ну, и моя история, конечно, слушайте, и там память. Это все… Ну, вот в том же Ютубе, да, я не говорю про ваши выступления, потому что они все-таки оффлайновые. А вот в том, что касается Ютуба, ваши зрители, вы в курсе, они в основном из России или откуда? Ну, сейчас география изменилась, но, да, я думаю, процентов 60 россиян, да. Ну, вам кажется, что с этими людьми надо говорить по-другому? Я не знаю, наверное, где-то их даже холить и лелеять, и все время подавать какую-то надежду. В смысле по-другому? А я как с ними говорю? Нет, я имею в виду, чем с теми, с кем вы общаетесь оффлайн, ездя по всем этим заграничным вашим турне, где люди уже, да, русские, сюда переехавшие, ну, это разная масса людей. Ну, я вам хочу сказать, что мне хочется и тех обнять, и лелеять, и холить. Именно, поверьте мне, я во многом это делал ради того, чтобы увидеть тех людей, которые вынуждены были уехать, и которым, ой, как несладко и тяжело. Вот в этом смысле точно мои выступления — это связь с ними. А что касается YouTube, то я понимаю, конечно, что по большей части это адресовано России. Поэтому мы очень долго, мы все время видели, как меняется настроение, как меняется интонация разговора у нас самих. Да, мы тоже, у нас то, что мы делаем, это такая добрая, вообще очень человеческая программа. Я имею в виду подкаст «Пап, закрой дверь», который мы сейчас делаем. Она точно вот про любовь, и да, нам кажется, важным это очень сейчас транслировать в Россию. У Гарика на стендапе, я тебе не рассказывала, по-моему, я стою там в очереди, подходит парень, такой, «Соня?» Я такая, «Да». Он такой, «Блин, а можно сфоткаться?» Я такая, «Со мной, ну с папой, говорю, наверное, как-то покруче будет». Он такой, «А папа здесь?» Я говорю, «Ну да». Он такой, «Ну да, тогда с ним сфоткаться». Серьезно, блин, ужас, урод. Ну это было супер вообще. Я очень посмеялась. Реально? Он просто не стал фоткаться с тобой? Да, да, он такой, ну ладно, тогда потом с папой сфоткаться. Людям нельзя предлагать выбор. Да, я согласен. О, вы говорите так, как будто хотите СССР возродить. Недолго здесь? Пока непонятно. Без понятия. Возвращаться пока что некуда. То есть у нас еще разворовали все дома. То есть там бардак полнейший. Некоторые сожгли. Некоторые разворовали после того, как мы уехали уже. Всё. Спасибо тебе большое. Вам спасибо. 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 Не за что. Ну многие вот опять же мне здесь уже говорили, что они считают, мы даже там с высокопоставленным военным общались, что информационная война пока что проигрывается Израилем. Понимаете, что считать информационной победой? Громко крикнуть, это они? И потом, когда получить доказательство, что это не они, сказать, ну неважно. Это победа? Не знаю. Если в этом суть информационной войны, то да, мы ее проиграли. Но, послушайте, в чем правда-то вообще, брат, как говорил один известный герой? В чем правда? В чем сила, точнее он спрашивал? Ответ был в правде. Я правда, я тогда не понимаю, но если это война, то тогда да, наверное, мы проигрываем. Но проблема в том, что психологически люди, услышав первое, не хотят слушать правду. Поэтому тот, кто крикнул первым, получается, что выиграл. Ну, может быть, с людьми что-то не так? Мы много, опять же, в нашей журналистской среде говорим о неком новом языке войны, которому нам пришлось научиться. Ну, я думаю, поскольку вы человек тоже работающий со словом и с русским языком, вы наверняка тоже об этом задумывались. Язык изменился за эти полтора года. Вы себя в чем-то сдерживаете? Вы, я не знаю, не всегда прямо говорите и шутите, как могли бы до этого? Ну, я стал гораздо свободнее себя чувствовать, это точно. Я, наконец-то, могу шутить на все темы, о которых я хочу шутить. Но единственное, что понятно, что в некоторых социумах, там, обществах, какие-то шутки считаются более рискованными, какие-то менее. Это такая цензура, но не политическая, она, скорее, социологическая, социальная цензура. Ну, условно говоря, я, например, если в Израиле у меня было не то, что шутки про Холокост, я просто упоминал это слово. И, ну, в контексте там совершенно другом, поверьте мне. И мне потом говорили, что вот просили тебя про Холокост вообще ничего не говорить после, какие-то зрители. Понять можно? В целом, да. Например, мой знаменитый рассказ о Тайсоне, о моей встрече с ним в Америке, по сути, запрещен. Ну, по сути, я имею в виду, что я бы не рискнул его рассказать там, потому что это вызвало бы, наверное, ну, если бы кто-то из американцев понял, о чем я вообще говорю, наверное, это вызвало бы большие проблемы. Майк Тайсон покинул праздник по очень простой причине. Потому что евреи, то есть я, победили негров. На следующий день мне говорили, что слово «негр» я использовал около тридцати раз. Какие точно слова я мог вставлять между словом «негр» я сейчас не рискну вспомнить, возможно, даже никаких. Вот такая социальная цензура, она существует. В целом здесь я точно могу вам сказать, что за полтора года я стал гораздо свободнее в выборе тем, но, наверное, не менее тщательно подбираю правильные слова, если хочу сказать что-то о чем-то. Ну вот тщательно подбираю слова, и мне кажется, это и есть новый язык войны. Не могу не упомянуть этот скандал, который произошел с моей коллегой, ведущей «Живого гвоздя» Элизой Лазерсон, которая как раз рассказала анекдот про еврейских мальчиков. Да, я слушал, да, да, да. Вас это задело, опять же, как еврея, человека, живущего в Израиле? Меня не задело это как еврея, меня это, ну, знаете, вот есть ощущение там фейспалма какого-то. Вот я просто испытал это ощущение, мне стало неловко за, ну, за неуместность просто, просто за неуместность. Это просто глупость, на мой взгляд. Ну, если на так... Я не разделяю вот такого всеобщего улюлюканья на эту тему, если честно. Потому что я тоже могу сморозить глупость. Любой из нас может сморозить глупость. Абсолютно с вами согласна. Поэтому в этом смысле мне жалко Лизу Лазерсон. Вот, но, наверное, кому-то больше можно морозить глупости, кому-то меньше. Я имею в виду, даже зависит от специальности. Ну, то есть, если ты ведущий... Мне или вам скорее можно больше позволено? Наверное, мне, потому что я же все-таки клоун. Поэтому в этом смысле клоуном больше позволено. Не знаю, не знаю. Ну, мне, наверное, кажется, что и мне больше можно, да. После начала войны полномасштабной, после отъезда, приобрели ли вы что-то в плане работы? Стала ли ваша работа интереснее? Например, моя стала, потому что, мне кажется, работая сейчас журналистом, тем более военным журналистом, она, конечно, дает многое. Что у вас? Новое сто процентов, да, конечно. Потому что я оказался в ситуации, когда, ну, как бы я сам обеспечиваю себя выступлениями, заработком. Ну, вот, в каком-то смысле, у меня нет никакого персонала, который бы, там, у меня, может быть, был в России. Там, я не знаю, какие-то продакшены, какие-то директора, продюсеры. Вот это все ушло в прошлое. И просто я один. У вас вообще нет коллег? Вы один договариваетесь о концерте? Ну, практически, практически, да. Да, да. Это абсолютно новые связи. Понятно, что я не каждый клуб обзваниваю сам, но все эти связи с какими-то, там, прокатчиками, это все абсолютно новое, возникшее вот прямо в конце прошлого года. Я, ну, я живу впервые какой-то такой гастрольной жизнью. Это тоже для меня, ну, действительно новое. Я могу уехать в тур, там, на месяц. И для меня это абсолютно новые ощущения. Там, я не знаю, YouTube-канал, который тоже, там, является небольшим, но очень важным. Ну, такой, немного времени, ну, он занимает меньше времени, чем стендап, но все равно, там, вот, производство, там, контента для YouTube – это тоже абсолютно новая реальность, потому что это все мы сами ищем, сами находим, какие-то, там, ну, деньги находим на это, что-то пытаемся заработать, хотя бы, чтобы расходы покрыть. Ну, в общем, вот эти все вещи – это новое, этого не было. Все раньше было удобно, комфортно, сейчас это, ну, такая, прям, работа настоящая. А это обусловлено финансовой экономией? Ну, ты абсолютно не можешь… А как? Конечно. Ты, ты, ты вынужден это делать, потому что, ну… Ну, такова реальность, да? Ну, я могу предположить, что, наверное, вы в Москве жили лучше и, скажем, наверное, более на широкую ногу. Как… Ну, только честно, потому что все говорят, что, ой, да ничего страшного, такие события, ну, тем не менее, вы, наверное, потеряли в комфорте много. Ну, конечно, но ведь комфорт – это не только, там, мраморные полы, поверьте мне. Комфорт, он глубже гораздо закопан, это… Точнее, он не закопан, он заложен в том, что ты привык ко всему, ты знаешь, как сделать это, кому обратиться туда, куда позвонить, чтобы решить эту проблему. У тебя нет языковой проблемы, ну, ты знаешь, что ты приблизительно всегда сможешь заработать что-то. Здесь этого уверенности вообще нет. Ты каждый месяц строишь какую-то бухгалтерию свою новую, рассчитываешь, как, что, сколько ты заработаешь, сколько ты потратишь. Вот в этом смысле это и есть отсутствие комфорта, который, ну, того комфорта, который был. Это жизнь некомфортна по определению, потому что ты начинаешь… Она новая, она новая, и ее надо еще выстроить и построить с нуля практически. Поэтому, да, я многое потерял, это точно. С вами, мне кажется, можно поговорить о спорте, поскольку вы были и ведущим спортивных программ, и вели программу с Олимпиадой в Сочи. Насколько вам кажется оправданной реакция и международного сообщества, и тем более украинцев на то, чтобы отстранить российских спортсменов от больших международных соревнований, от всех Олимпиад, понятное дело, от чемпионатов мира, Европы? Ведь, по сути, для профессионального спортсмена, если его отгораживать от именно этих соревнований, это конец его карьеры, а я не уверена, что в России у этих ребят будет возможность как-то еще себя реализовать. И, по сути, это, в общем, опять же, крест на их профессии и на их карьере. Вы им сочувствуете? О, это довольно сложный вопрос в том смысле, что, с одной стороны, спорт и политика, да, вроде бы, как бы не должны были бы быть вместе. Во всяком случае, это то, что является одной из основ в харте, там, Олимпийского движения, международного спортивного движения тоже в целом. И вот здесь, но это как бы декларация, да. С другой стороны, мы видим, что, ну, как бы, в России, как и, наверное, в любом авторитарном государстве, в случае с Россией вообще стремящейся к какой-то уже диктатуре устройстве, спорт всегда имел пропагандистское значение, огромное. И, собственно говоря, бедные спортсмены, в основном бедные, которые действительно оказались вот посредине этого молота и наковальня, да, понимаете, они, с одной стороны, попали в ситуацию, когда международное сообщество, оно зачастую и воспринимало всегда российских спортсменов, как некий инструмент пропаганды. Ну, во всяком случае, Россия много для этого сделала, как мы знаем. И, к сожалению, для спортсменов, собственно, вот это стало, результатом этого стало то, что сейчас российских спортсменов практически нет на международной арене. Поэтому, я опять же повторюсь, наверное, я не пимпирую, я высказываю эту простую мысль. Мне всегда жалко человека, который стал жертвой системы, да, то есть в какой-то большой степени, я уверен, большинство из этих спортсменов именно стало такими жертвами. Я не говорю сейчас про случаи, когда там люди там открыто и громко поддерживают там, например, войну. Ну, да, выходят на сцену лужников. Да, да, это как бы там понятный кейс, и здесь вариантов уже, ну, вообще, они сами себе не оставляют никаких вариантов. Что касается простых ребят, которые там стараются как можно меньше ассоциироваться с какой-то государственной машиной, при этом просто им нравится спорт, и спорт – это их основная профессия, они все равно становятся жертвой вот этого унитарного подхода международного сообщества к российскому спорту. Ну, мне жалко, ну, представьте себе, вот, чем это отличается там от врачей, которые там, условно говоря, были, я не знаю, научными исследователями, да, и в какой-то, и вот просто сейчас, например, не могут проводить свои исследования тоже по похожим причинам, да, там, не могут ездить и общаться с учеными других стран, в общем, это, по сути-то, явление одно и то же. Все, все, все группы людей, там, неважно, кто ты, спортсмен или, или, я не знаю, просто лаборант, который пишет диссертацию, ты все равно стал жертвой вот этой, я не знаю, уже авантюры даже назвать, мне кажется, слабо, потому что для авантюры это too much крови вообще, мне кажется. И да, это трагедия, поколенческая трагедия, конечно. Там амбиции одного человека меняют судьбы миллионов людей. Ну, как-то не посочувствовать. В целом, очень-очень-очень жалко. Они одиноко вам здесь? Да, есть такая проблема. Но так как я много ездил, в целом это как-то компенсировало мои вот эти, как сказать, переживания. Потому что я очень много встречал людей, это были совершенно разные люди, это было интересно, новые места и так далее, в этом смысле. Компенсировало каким-то образом. Сейчас просто первый период, по-моему, второй. Вот я приехал, я довольно долго жил в Израиле безвылазно, много ездил, и вот сейчас я, честно говоря, получаю кайф от того, что я сижу сейчас здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Курикин